Добрый день, дорогие мои друзья! Сегодняшнее мое видео о том, как научиться краить и шить самостоятельно. То есть это видео будет рассказывать вам, как не сделать какие-то ошибки, как систематизировать ваши знания, с чего нужно начать, по какой схеме и системе нужно работать для того, чтобы у вас очень быстро получился нормальный, качественный, ожидаемый результат. Потому что информации сегодня так много, что разобраться в ней новичку, даже и тому, у кого есть какой-то опыт, бывает очень-очень сложно. Итак, наш разговор сегодня о том, как же научиться краить и шить самостоятельно и как при этом не сделать каких-то очень-очень важных ошибок. Ну, вот я тоже сегодня первое мое видео в таком формате, поэтому я тоже немножечко, как говорится, волнуюсь. Итак, я хочу вам показать второй слайд. Второй слайд называется «Четыре этапа в создании одежды». Вы знаете, что я все люблю раскладывать по полочкам, чтобы всегда у нас все было по порядку, поэтому буквально очень коротко пробежимся вот по этой вот нашей схеме, по этим четырем этапам в создании одежды. Первый этап – это изучение нашего тела. Мы в этот момент снимаем мерки, делаем анализ фигуры, что очень важно, проверяем по шести правилам точность снятия ваших мерок, чтобы не допустить ошибку и немножко подровнять нашу фигурку под какие-то стандарты, под условно-типовую фигуру, чтобы чуть-чуть ее украсить, чтобы наша выкройка, наша платьица в конце концов нам очень подходили и скрадывали наши недостатки и подчеркивали наши достоинства. Заканчивается этот этап подготовкой технического задания. Как оно у нас выглядит? Да, и снятие мерочек вот здесь я вам хотела показать. Оно у меня показано в каждой книжке. С этого я начинаю любую свою книгу. Вы знаете, сколько их у меня написано, да? И вы можете вот здесь посмотреть, как снимаются эти мерочки. Затем техническое задание, о котором идет речь, обязательно пишется вами от руки и выглядит примерно так. Вы рисуете обязательно технический эскиз. Оно состоит из трех частей, где вы отрисовываете полочку и спинку. Затем вы выписываете сюда мерки. Вот они показаны у вас, мерочки. Так, вот так вот кружочек, но почему-то кружочка нет. И вы выписываете вот такие вот прибавочки. И пишите, что это построение базовой конструкции. Прибавочки выбраны условные и ткани у нас пока нет. Это как бы техническое задание идет. Номер один, который вы готовите на этом этапе. Затем наступает второй этап. На основании вот этого технического задания мы строим с вами базовую конструкцию, которая в свою очередь заканчивается контролем. Вот посмотрите, здесь в кружочке показано. Это контроль расстояния по груди, это по талии, это 52, это по бедрам, это высота вертикальный диаметр проймы. Из чего состоят вот эти циферки 40, 52, например, 51,5? Это наша мерка и плюс та прибавочка, которая выбрана для того, чтобы построить вот ту или иную форму, ту или иную изделие наше. И на рисунке справа у нас показана базовая конструкция какого-то жакетика вместе с рукавом. Конечно, в каждую базовую конструкцию обязательно входит рукав. С левой стороны этого не показано, но это не значит, что его нет. Хотя, может быть, это платье у нас и без рукавов. Вот что значит. Вот так примерно выглядит базовая конструкция. Но это еще не вся наша история. То есть мы будем... Это выкройка, которая показывает нашу фигурку, которая знает наши размеры и в которой выбраны какие-то прибавочки. Третий этап – это изменение нашей базовой конструкции в зависимости от того фасона, который мы хотим сшить. Это и перевод выточек, это и параллельная лучевая раздвижка, и комбинированная раздвижка. Сюда входит внедрение различных рельефов, кокеток, подрезов, форму разную можно создавать, юбочки солнца, полусолнца, пышные наоборот, драпировку, рукава разных форм и так далее. То есть изменение базовой конструкции в соответствии с нужным вам фасоном и будет выполняться на третьем этапе, который будет называться моделирование. И в конце этого третьего этапа мы с вами заканчиваем работу с выкройкой, с подготовкой выкройок. Ну вот это иллюстрация вот этого третьего этапа. То есть когда мы доходим до третьего этапа, до моделирования, перед нами уже какое-то желание. Это желание отражается в модели вот этого нашего платья, которое мы хотим с вами сшить. Вот такое платье, так выглядит полочка, вот так, например, выглядит спинка. Выбрана у нас обязательно, выписаны сюда наши мерки. И уже в соответствии с выбранной тканью, вернемся назад, да, в соответствии вот с этой вот выбранной тканью, ткань у нас тяжелая, мягкая, немного растяжимая, мы выбираем и с этим фасоном, мы выбираем прибавочки. Посмотрите, они стали все немножечко поменьше. Вот так выглядит техническое задание для моделирования. Я его называю техническим заданием номер два. На самом деле я всегда начинаю вот с этого рисунка, но строю сначала базу, а потом ее уже моделирую. И, наконец, мы подошли к четвертому этапу, когда наши выкройки все закончены. Мы подошли к четвертому этапу, на котором начинается непосредственно работа с тканью. У нас есть ткань на столе, мы должны ее подготовить, мы должны ее продекотировать, прогладить горячим утюгом с паром, разложить очень ровненько на столе. И, в свою очередь, работа вот эта вся на четвертом этапе, она у нас еще делится на 12 шагов. Посмотрите, что сюда входит. Конечно, нам нужно наши изделия раскроить. Это будет первый шаг, самый необходимый. Как это сделать, вы должны знать. Я во всех книжках это пишу, во многих. И на своих видео, в видеокнигах я это показываю, как это нужно сделать, как подготовить ткань, как ее на столе разложить, как ее разметить и так далее. То есть все подробности этого шага, этой части нашей работы. Затем, конечно, обязательно идет сметывание нашего изделия. Рассказываю про все секретики и показываю. Примерка нашего изделия, как правильно примерку привести. Тут тоже очень много секретиков, чтобы сделать это правильно, увидеть это хорошо. Часто очень у нас изделие сидит на фигурке уже ладненько, уже хорошо. Так как мы владеем с вами техникой точного кроя, да? Мы снимаем мерки, мы правильно выбираем прибавочки. И мы, конечно, сразу получаем результат, который нас радует. Ожидаемый результат. Но примерка нам все равно необходима. Необходима хотя бы для того, чтобы уточнить вырез горловинки, правильно очертить пройму. Вот, кстати, здесь хочется ответить на такое распространенное заблуждение, что многие, кто еще не очень знакомы с моей методикой, они мне с возмущением пишут, что я построила по вашей методике полочку, спинку, я построила пройму, я построила рукав. Но когда я промерила посадку по окату рукава, она оказалась очень большой, больше 6 сантиметров. Мои дорогие, хочу сразу вам сказать. По моей методике, так работали и раньше в ателье всегда, я никогда не вметываю рукав до примерки. На примерочке я меряю изделие без рукавов. Почему? Да очень просто. Потому что пройма и ткань, каждая ткань имеет свой характер. И мы часто страхуемся, вырабатывая нашу пройму так, чтобы не вырезать очень глубоко для того, чтобы сохранить комфорт. И поэтому вырезаем ее достаточно высокую, небольшую, делаем пройму. И уже во время примерки, это контуры нашего изделия, мы отрисовываем ее прямо на фигурке с правой стороны, по тем линиям, куда хотим пришить рукавчик. Затем выполняются остальные работы и на этапе осноровки мы отрезаем все лишнее. И длина проймы при этом становится гораздо больше иногда. И только сейчас я могу на этом этапе, когда я почистила свою пройму, я могу вшивать туда рукавчик, потому что уже конфликта между длиной проймы и окатом рукава у нас не будет, он пропадает сам собой. Но я забежала немножко вперед и рассказывая вам о дальнейшей схеме, я вернусь сейчас к своей примерке. То есть на примерочке у нас всегда уточняются контуры изделия. Я перечислила горловинку, я рассказала вам о пройме, а потом еще и о линии низа. То есть вы проверяете свою длину. Ну и остальные подробности, как накалываем рукавчик, как остальные вещи проверяем, я рассказываю на примерке. Следующий четвертый шаг – это внесение изменений. Как я уже сказала, у нас часто костюмчик сидит с первой примерки. Но это не значит, что четвертый шаг у нас отсутствует. Туда тоже входит очень много необходимой работы. По-русски можно сказать, это подготовка к следующему шагу, который называется стачивание. Если говорить подробно, то на этапе внесения изменений там буквально нужно запомнить те линии, те контуры проймы, контуры горловинки, линию низа, отметочку сделать по ней, которую мы увидели во время нашей примерочки. Ну и мы переходим к стачиванию. Стачивание – это прошить на машинке вертикальных швов. Потом шестой этап – обметывание. Идем на верлок, обметываем то, что прошили. Как правило, только вертикальные швы. Горизонтальные в этот момент распарываются. Наконец, добрались до утюжки. Все, что мы проработали с вами, обметали, прострочили, нужно поутюжить. Когда утюжим, мы затрагиваем утюжком и даже те участки нашей ткани, которые не подвергались обработке. Чтобы вот эта утюжка, утюжок касался всей поверхности нашего изделия, а не только прошитых наших шовчиков. Так как сегодня очень много смесовой ткани, туда добавляется эластан. Эластан под утюгом дает усадку. И чтобы ваша форма ткани, фактура ткани оставалась гладкой, красивой, не пошла какими-то волнами невзрачными, неудачными, мы должны утюжить целиком все изделие. Затем наступает наша любимая осноровка. Уверена, что многие из вас даже не знают, что это такое. Осноровка – это как раз и уточнение наших контуров. На примерке мы их наметили, а во время осноровки мы должны срезать лишние ткани. Потому что лишнюю ткань оставить только нужные нам припуски. После осноровки уже, когда мы вырезали, например, горловинку, мы точно знаем, какая у нее длина, и мы можем легко подкроить уже нужный нам, допустим, воротничок. Или подкроить обтачку, или подрезать рулик какой-то, чтобы косой бейкой обработать, и так далее. То есть информация эта нам становится известна только после осноровки. Поэтому девятый этап – подрезка мелких деталей – всегда выполняется после осноровки. И никогда, как в бурге, сразу это все не вырезается. Потому что по работе, по технологической цепочке это всегда нужно делать именно вот на этом этапе, или на этом шаге. После того, как мы подрезали воротнички, обтачки, подборта, если они нам нужны, кармашки, поясочки, манжетики и другие мелкие детали, мы можем приступить к этапу, который называется, или к шагу, который называется окончание. Что такое окончание? Это выполнение мелких деталей и сборка самого изделия. Мы должны это все аккуратненько завершить. После того, как мы дошили свое изделие на этапе окончания, мы пробиваем петли, пришиваем пуговочки, прикрепляем подплечники, если они нам нужны. И, конечно, двенадцатый заключительный шаг – это легкая утюжка на готовность. ВТО – это влажно-тепловая обработка на готовность. Когда мы уже сшили свое изделие, мы чуть-чуть, можно даже с лица, почти не касаясь утюгом, рассматриваем его. И если где-то в процессе завершающих шагов у нас появились какие-то заменчики, мы их устраняем. Как правило, все швы, все уже в этот момент давным-давно отутюжено на том этапе, когда мы выполняли окончание. Мы каждый шовчик заканчиваем утюжкой. Вот это схема двенадцати шагов при работе с тканью. И на этом мне можно было бы закончить. Но сегодня мне еще очень хотелось бы с вами поговорить вот о чем. Что самое большое количество ошибок вы совершаете на самом первом этапе, которому вы не придаете порой должного значения. Вы не снимаете мерки правильно, а когда снимаете, не делаете анализ фигурки. Так вот, давайте вернемся назад и проговорим в деталях вот этот самый важный, самый нужный вам в работе первый шаг. Потому что когда я начинаю проверять ваши работы, прошу прислать мне техническое задание ваше, без этого я никогда даже разговаривать с вами не могу, потому что я не знаю ничего, я не владею полнотой информации. Я там именно в снятых мерочках и нахожу ваши ошибки. Построение не получается тогда, не рисуется красивая, правильная пройма, моя хорошая, только тогда, когда вы неправильно сняли мерки. Тогда вернемся к нашему этапу первому и поймем, на что же надо обратить нам внимание. Итак, наши мерочки снимаются и записываются в виде пяти строк. Я подробно об этом всегда в каждой книжке пишу. На моем канале есть два видео, которые посвящены тому, где я показываю, как нужно снимать вот эти мерочки. Ну и из книжки и выполняю во время снятия мерочек анализ фигурки. Более подробно об анализе фигурки и о шести правил правильно снятых мерочек мы поговорим с вами в следующий раз. Всего хорошего! Всегда ваша Галина Коломейко.